С трудом собираясь силами и борясь с волнением перед публикой, Ольга Дьяконова, мать героя России, рассказывает, каким был Эдуард. Честным и мудрым, человеком дела, хоть и юным, но настоящим мужчиной. Мой сынок, он всегда был заботливым сыном, отзывчивым, непогодам мудрым и отважным человеком. И нет сильнее боли и горечи утраты, чем потерять своего ребенка, своего сына. Но мой сынок продолжает жить. Жить в наших сердцах, в нашей памяти, в наших мыслях. В 25-й гимназии Иркутска Эдуард учился с 6 по 11 класс. Здесь прошел его выпускной. Еще свежи воспоминания педагогов о славном парне, планирующем свое будущее. Уже тогда он хотел его связать с вооруженными силами. Вот он учился, буквально через некоторое время наступили тяжелые времена для нашей страны. И он не раздумывая, отдал самое ценное, что у него есть за свою страну, за своих боевых товарищей. И я убежден, что благодаря таким простым русским парням была, есть и будет наша страна. Эдуард Дьяконов в числе первых ушел защищать рубежи нашей страны. Ни минуты не раздумывая, радист-разведчик отправился в зону СВО. Однако же в ходе спецоперации ценой своей жизни спас боевых товарищей, накрыв собой вражескую гранату. 23 февраля, что символично, на фасаде 25-й гимназии ему открыли мемориальную доску настоящему защитнику своего отечества. Не весь мир понял, сколько стоит свободу. И, к сожалению, сегодня наши ребята встают на защиту и отдают свои жизни в борьбе с нацизмом. Сегодня, когда мы открываем эту памятную доску, в первую очередь мы говорим всем нам. Мы никогда не забудем людей, которые встали и отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России Эдуарду Дьяконову. Его именем также назовут улицу в Сверловском округе Иркутска. Мадина Халикова, Новости сейчас.